итак всех приветствую друзья вышел я на прогулку погулял по городу нашел несколько интересных зданий несколько интересных подвалов сожалению подвала я еще пока не смог снять товарищ уехал в отпуск после отпуска мы договорились встретиться и я постараюсь более подробно по крайней мере один подвал снять очень интересный что я интересного нашел так как глаз у меня стал цепляться подобным вещам здесь мы прекрасно видим подвальные помещения как их еще называют сокольные кто-то первыми засыпанными этажами и вот такая вот стена приделанная сейчас я покажу на каком здании все это здесь все очевидно прям просто очевидно вот вы видите полностью это здание дело в том что я когда-то по молодости на каниколах пошел подрабатывать на кирпичный завод и там оборудование было как раз вот начало наверно 20 века конец 19 века в общем стоял всего лишь один станинок который измельчал глину который даже лопатой мы забрасывали глину он измельчал с другой стороны он ее выдавливал прямоугольной форме надо было резать с транспортера снимать укладывать на поддонный затем определенное время выдерживает до определенного затвердевания затем укладывать в печь потом определенное время обжигается при определенной температуре в общем процесс ужасно сложный на каникулах меня хватило наверно на неделе две там поработать потом я сдулся ужасно тяжелая работа представляете а раньше устроили как-то вот подобные вещи как бы нормально было и причем как они выкладывали все это и по официальной истории но это произошло буквально сто лет назад вот такие окна выделывать очень интересные я просто представляю какое количество населения должно было задействовано в производстве кирпича если он с такой скоростью производился то я даже не представляю сколько надо было народу задействовать производстве кирпича а плюс же надо специалистов чтобы выкладывать этот кирпич сколько их должно было быть вот так выкладывать немножко я работал с каменщиком имею представление чуть-чуть как это все делается поэтому у меня есть свое мнение об этом вот обратите внимание на верхние окна они такие сферической форме интересной очень интересная форма также мне не дает покоя это библиотека ватикана почему скрывается эта библиотека и по моему во всех странах есть подобные библиотеки которые книги скрываются что они скрывают прошлые информацию о прошлых цивилизациях или о прошлых технологиях которые поведут человечество совершенно в другом экологически чистом пути развития возможно и люди станут более продвинутые начнут больше творить больше создавать и конечно же тогда будет теряться контроль и кучки какой-то паразитов скорее всего это не выгодно честно говоря этим я занимаюсь мне это очень интересно я хочу вам это показать чтобы вы немножко задумались дело в том что у нас наше сознание забито и я вот пытаюсь его полностью почистить пытаюсь понять свои истоки кто я свои возможности потому что начиная со школы вот мне повезло все-таки в детский сад меня не водили потому что меня надо было постоянно туда тащить и в результате перестали просто меня туда таскать и я как бы развивался до школы самостоятельно и в школу меня тоже тащили но в школе все-таки сознание мое очень сильно засорили я помню даже в 16 лет меня первая мысль появилась в создании вечного так скажем двигателя я до сих пор помню эту идею возможно я когда-нибудь надеюсь вернусь к ней не очень простая поэтому капиталистической системе что-то творить создавать это очень сложно для этого нужны очень серьезные финансы а если вы просто работаете у вас нету дополнительных серьезных источников то просто это нереально я также забросил свой проект двигатели клемма потому что прекрасно понимаю что мне нужен насос насоса я не нашел я знаю как его сделать я долго думал над этим но прекрасно понимаю что я не могу даже такую крыльчатку какую я задумал воссоздать это я не представляю просто сколько она будет стоить а представьте что еще надо тестовые варианты делать с первого раза помню возможно и не получится может быть надо второй раз делать третий пятый неизвестно сколько надо проб сделать в общем такие ворота странные домики предел на все очень странно нашел много интересного конечно все уже сильно попряталась то что я ранее видел но здесь местами все-таки которые здание еще и отремонтировали так скажем мы видим кирпичи все-таки иногда где-то проглядывают я не помню точно где я видел отчетливо это что одно здание вот подобное с палками построена на кирпичном здании но я думаю я его найду рано или поздно если его конечно уже не замуровали и обязательно постараюсь снять и кстати как раз может товарищ приедет и возможно еще подвальчик туда добавлю тот интересный так скажем здание до потопа которая была построена потоп катастрофа не знаю что было пока у меня есть какие-то определенные мысли об этом но мне надо посетить несколько городков с разными уклонами и тогда более-менее будет складываться какое-то мнение по всем этом вот здесь видно даже стены торчат там кирпичная из-под земли даже балка деревянная торчит из-под земли сгнила вот здесь вот очень интересно вот этот свежий камень гипсовый обложена я подошел к этой решеточке и решил туда заглянуть что я там увидел я просто чуть слегка немножко был удивлен и обалдел это стена которую мы там видим она более метра толщиной примерно метр двадцать метр тридцать глубина два с половиной три метра к сожалению фонариком чудо туда не посвятил вот это была ошибочка но может быть буду в том районе еще разок попытаюсь надо купить посерьезней фонарик для таких вещей вот здесь ворота торчат буквально ну где-то может быть чуть больше метра они торчат чуть-чуть нас и и чуть-чуть их видно огромные ворота вблизи отлично видно что они заложенные камнем и на какую глубину они уходят уже неизвестно очень интересные вещи вот это вообще потрясающе я даже не знаю почему они это не заштукатурили просто самый кусочек торчит арки какие там ворота и представьте какая глубина там то есть справа вот этот замок огромный высокие его позже еще раз покажу а здесь еще вот такая глубина вот еще нашел несколько зданий таких которые плачевном состоянии нет нет ремонтированные но кирпич проглядывается и там дальше вот тут штукатурка видите все это было заделано он дальше уже вообще новый камень пошел и вот благодаря тому что не все здания отремонтированы где-то можно еще что-то увидеть вот здесь прекрасно видно справа вот остаток кирпичной стены которая торчит из-под земли и слева уже закладывается камень я специально там пасу подходил смотрел что вот кирпичи там немножко осыпались но они именно из-под земли выходят эти кирпичи и вот через время вы просто здесь ничего уже не увидите этот дом отреставрируется и все будет вот гипсовый камень и будет выглядеть что вот он на гипсовом камне вот примерно вот так вот это облицовка тоже сантиметров там 15-20 гипсовый камень нет в эту отдушину заглянул и не жалею об этом что я там увидел друзья там стена вот это вот стена к сожалению отдушина небольшая мне не удалось снять толщину стены но видно было она метр где-то 30 полтора метра очень толщина и я туда посвятил фонариком то видно землю дали бы мне туда пустили и лопату я бы честно вам скажу я бы просто так покопал вот действительно там до чего-то можно докопаться вот какие-то здания уже вот так обделаны просто ничего не увидите у меня с балкона такой же вид кирпичное здание его также она заделано и чуть-чуть окна проглядываю там из подвод подвальные я знаю что она кирпичное что там огромные подвалы и за этим зданием которое сейчас я у меня с балкона видно я за ним в другом здании жил у меня там два огромных было окна в подвале и вот тут я поменял свое мнение о быстрой постройке таких вот блочных или как их назвать секционных домов вот чтобы вот такое делать на это надо серьезное время потратить я занимался немножко деревом немножко шкатулки вырезал поэтому как работать с деревом имею представление вот это не все не быстро строилась античное здание ну в общем-то накладка одной цивилизации на другую цивилизацию это вполне нормально как бы здесь вот интересно так немножко не было и вот этот не сон скорее всего как раз в оригинале насколько он под землю тут конечно же мы тоже не знаем и никогда уже скорее всего не узнаем вот там тоже плохо я снял вроде как окно проглядывает заложенное под землей находится в общем засыпано очень много я не знаю сколько 3 метра 5 метров что надо хоть хотя бы одно здание откопать тогда будет понятно поэтому по моим наблюдениям что я сама много видел в одном подвале это примерно высота 5 метров кирпичной стены которая находится под землей вот здесь видно вот античная внизу а сверху вот эти кирпичи штукатурка отвалилась и кирпичи и опять же вот это вертикальная палка толщина стены пол кирпича вообще вот пол кирпича это очень странно очень тут начинаешь задумываться о климате при мне здесь зима было три месяца три месяца температура колебалась примерно там от минус пяти до минус двадцати градусов вот я говорил там слева арочка чуть-чуть торчала вернее справа здания вот здесь такая высота а справа еще арочка вот этой кирпичная совсем чуть-чуть из земли то есть здесь высота я не знаю какая вот с левее я говорил там ну метров 15 может чуть левее там преувеличил может быть 12 метров но здесь намного выше справа как я недавно вот показал арку торчит из земли еще в глубину уходит вот такие вот тоже торчат из-под земли окна которые уже современные они гораздо уже естественно стена под окна подгоняется за штукатурено все здесь мы кирпичи не увидим здесь отчетливо видно что одна постройка наложилась на другую нижняя стена как минимум в кирпич а верхняя пол кирпича вот такие здания строить на ну серьезно время много очень много надо и получается вот то что я слышал от альтернативных исследователей говорят вроде как климат был другой вполне возможно что климат был другой потому что вот тут пол кирпича стена и топить ее три месяца скажем возьмем среднюю температуру минус 10 как-то это думаю будет очень сложновато кто знает что такое стена пол кирпича то это постоянно надо топить то есть печка не должна тухнуть если я жил в доме деревянном просто деревянном фирмской области то там максимум два раза протапливается печка просто дровами во первых печка прогревается очень сильно она очень долго тепло держит задвижка задвигается вот здесь опять кирпичи внизу что-то забыли хозяин решил вид сохранить в оригинале кирпичи снизу выглядывают и вверх вот такая вот серьезная постройка там по моему четыре этажа и вот так вот извращаться тут быстро нет никак быстро не получится это очень долго надо делать все серьезно к этому подходить поэтому но все-таки вот пол кирпича это вот это самое странное на сегодняшний день конечно там серьезный слой утеплителя все это обделывается гипсокартоном так как я работал как раз гипсокартоном я знаю как это делается это все утепляется серьезно делается изнутри все очень даже неплохо выглядит вот что с этим зданием произошло стена выпала или пол здания развалились развалилась такую стену прилепили вот как-то не плясывается эта стена там внизу вот где-то примерно около полу метра и тут стена в пол кирпича как-то они совсем не состыкуются но никак не вписываются на этом все пока всем удачи